США под ударом стихии. Во Флориде уже почти сутки бушуют ураган, который формально теперь называют только штормом, но от этого не легче. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Заголовки в новостях, по идее, должны были бы успокоить, мол, Ирма ослабела. Это теперь и не ураган вовсе, а просто тропический шторм. И тем, кто далёк от происходящего, может показаться, оснований беспокоиться больше нет. Но это совсем не так. Ведь по американской классификации шторм – это когда скорость ветра не 130-150, а всего лишь 110 км в час. И вот что переживают люди, оказавшиеся в эпицентре стихии. Вот ветер ломает деревья, вот срывает крыши домов. На кадрах из соцсетей, которые снимают очевидцы событий, прекрасно видно – ничего ещё не закончилось. Статистика пока не меняется. Количество пострадавших – порядка 30 миллионов человек, эвакуированных 6,5 миллионов. Но самая большая проблема – уже не ветер, а наводнение. На кадрах, которые снимают сами люди, видно – вода очень высокая и всё прибывает. Где-то она дошла до окон первых этажей, где-то до вторых и третьих. Вот деловая часть Майами, где роскошные бульвары стали реками. Вот Авентура – престижнейший район домов миллионеров и дорогих бутиков. Где сейчас не осталось ни одной целой лодки или яхты из тех, которыми так любили хвастаться местные жители. Отдельный вопрос убытки. Их предварительно оценили в сумму от 15 до 50 миллиардов долларов. И расхожее мнение, что, мол, страховка всё покроет – мягко говоря, заблуждение. USA Today пишет. У огромного количества пострадавших нет отдельной страховки от наводнений. А обязательный для всех американцев полис убытки такого масштаба зачастую не покрывает. 80% тех, кто недавно пострадал от Харви, тоже останутся без страховых выплат. Страна мобилизировалась в поддержке Флориды. Но даже в Америке хватает тех, для кого стихийное бедствие – лишь повод заработать. Полиция сообщает более чем о 30 арестах мародёров, которые грабили оставшиеся без присмотра дома и магазины. Но на самом деле их куда больше. И обнаглели настолько, что даже особо не прячутся, когда случайные свидетели снимают их на мобильный телефон. Силовики ввели комендантский час. До 7 утра на улицу ни ногой. Но среди тех, кто пережидает удар стихии дома, найдётся мало желающих выходить и после 7. Слишком уж сильно лютует Ирма. Пусть даже её называют уже не ураганом, а штормом. Из Соединённых Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.